Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Вы смотрите самые свежие новости мира танков, ну и вообще любую полезную информацию, которая действительно поможет вам в игре World of Tanks. Ну и, конечно, хотел бы показать бой на Тортоси. Отличное сражение, хоть и на медленный, но весьма имбовый ПТ-САУ. Рекомендую её к прокачке, если вы, по крайней мере, можете терпеть вот эту вот тормознутость этой ПТ-САУ. Ну и, собственно, произошла очередная волна банов. Wargaming продолжает борьбу с читерами. Долгое время вообще никаких мер не предпринималось. Возможно, это было сделано, чтобы поддержать высокие цифры онлайна, чтобы там рекорды всякие поставить и так далее. Ну и вот сейчас, короче, понятно, разработчики уже начали борьбу, потому что онлайн в любом случае сейчас подупал, но не очень сильно, по-прежнему он довольно высокий. И по-прежнему, в общем, уже вторая волна банов происходит в игре за вот недавние месяцы. Первая волна банов была после режима расцвет индустрий на глобальной карте. Тогда было забанено 14940 игроков временно. И, вернее, это всего было забанено. Из них 1726 игроков навсегда были заблокированы. На этот раз было заблокировано еще больше народу. 43 352 человека было забанено. Из них 33 077 аккаунтов были заблокированы на 7 дней. При этом интересно, что они, по сути, пропускают линию фронта, если, конечно, первый день не успели все сделать. И 10 275 игроков было заблокировано абсолютно навсегда, без возможности разбана. Ну, скорее всего, а там кто знает. Ну, в общем, играйте, ребят, без читов. Это, в общем, довольно несложно в этой игре. Я не понимаю вообще читеров, которые в этой игре читерят. Учитывая, что читы в этой игре, они не дают прямо такого, ну, супер такого глобального преимущества. Конечно, дают преимущество, но не такое преимущество, как, например, не знаю, там в Counter-Strike, где-то через стену там видишь и так далее. Поэтому лучше читы не использовать, безопаснее будет. Следующая тема – компенсация игрокам за то, что вот вчера было в два раза больше опыта нужно для достижения 15 уровня в линии фронта. Собственно, действительно, некоторым игрокам компенсацию сделали. Ну, как компенсацию, просто, например, те, кто 4 уровня набил вчера, их, я так понимаю, просто умножили на два раза. То есть, восьмой уровень у тебя остановился и все, как бы. Но не всем, далеко не всем, такие вот плюшки пришли на аккаунт. То есть, большая часть игроков пишет, что ничего особо не дали. И это, как бы, досадно немного. Да и, собственно, ну, что требовалось ожидать. За полтора дня разработчики три раза, по сути, обманули игроков. Ну, или где-то неточности были, плюс куча багов и проблем с игрой. И, конечно, ну, как-то немножечко это огорчает. Потому что, ну, первый день, там, линии фронта, как бы, давно режима не было. Хочешь поиграть, а тут тебе на, получай. Как бы еще и компенсацию далеко не всем дали за это. Это не совсем правильный подход, я считаю. То есть, наоборот, нужно игроков максимально поощрять, чтобы они в эту игру играли. Чтобы у них было желание. А то ведь, если у игроков желание пропадет, то, конечно, ну, в общем, онлайн очень быстро начнет убавляться. Хоть и многие считают, что этого не произойдет, чтобы в ЭГ не делали. Но я лично понимаю, что если относиться к игрокам постоянно плохо, то, конечно, игроки рано или поздно все-таки задумываются о том, чтобы из игры уйти. И тогда уже не до шуток будет. Тогда уже нужно будет задумываться, что делать и как возвращать этих игроков. А возвращать всегда сложнее, чем удерживать. Далее хотел бы рассказать вам о танках, которые в скором времени будут в боновом магазине. То есть, произойдет замена танков, которые сейчас есть в боновом магазине, на новые танки. И какие именно эти танки, к чему стоит готовиться, сколько бон стоит подготовить и так далее. В общем, такая информация будет. Но для начала хотел бы подвести итог розыгрыша. Вы можете выиграть золото в этом видео. Вам достаточно всего лишь досмотреть данный видосик до конца и в комментарии указать свой игровой ник. Не забывайте выигрывать голду. Это будет отличная такая вот вам компенсация для того, чтобы приятнее в игру было играть. Далее вы можете еще выиграть 5000 золота на сайте воткит. Ежедневно там проводится бесплатный розыгрыш. Плюс вы можете получить премиум танчики, много золота, премиум аккаунт и многое-многое другое. Используйте мой промокод, чтобы получить максимальный бонус при пополнении. Вас ждут бесплатные кейсы и многое интересное на этом сайте. Итак, ребята, давайте поговорим на тему боновых танков. Боновый магазин, конечно, в этом году должен обновиться. Ассортимент должен вырасти. И разработчики как бы обещали, что примерно раз в полгода будет обновление бонового магазина. Ну вот как бы практически с их обещания полгода прошло. Ну и пришло время пополнять боновый магазин новыми экземплярами. Благо старые экземпляры уже многие игроки купили или уже собираются купить. Собственно, цены вы можете сами видеть. Пользуются довольно хорошим спросом премиум танки в боновом магазине. Я посмотрел статистику. Ну, десятки покупают не очень охотно. А вот прем танки забирают прям, ну, как горячие пирожки, действительно. Но люди понимают, что, в принципе, боны еще можно как-то там заработать в игре, что-то сделать и получить за это хоть какой-то премиум танчик. Может быть, даже не самый лучший, но тем не менее. Ну вот сейчас давайте поговорим о том, сколько бон потребуется. На самом деле, я не думаю, что потребуется больше бон, чем сейчас. То есть, цены не будут вырастать. Это хорошо хоть в игре. И, собственно, вы сможете за те же самые там 8, ну, максимум до 10 тысяч бон. Это в случае, если там, может быть, завезут какую-то годную имбочку в боновый магазин, сможете купить прем танк 8 уровня. Поэтому вам потребуется от 8 до 10 тысяч бон. Как для танка 10 уровня будет две категории и даже три категории. Ну, первая категория – это танки совсем плохие по характеристикам, то есть, явно требующие апа. И вот такие танки, короче, получат, естественно, в дальнейшем ап. По крайней мере, разработчики об этом говорили. К таким танкам можно сейчас, вот, например, отнести FV215B, вернее, не 183, все равно буду, а просто тяжелый танк FV215B. И, собственно, этот танк, он стоит дешевле, чем другие, но не очень много, но, тем не менее, там 12 тысяч бон, насколько я помню. Вторая категория – это такие среднички танки, ну, они по стандартной цене. Некоторые танки с глобальной карты или просто неплохие танки 10 уровня. Цена у них где-то 15 тысяч бон. И третья категория, которая пока что никакими танками не пользуется, то есть, там никаких танков нету, по сути, но может появиться. То есть, это танки с высокой эффективностью, цена у них может составлять до 20 тысяч бон. Возможно, даже больше, но ненамного. Собственно, такие вот цифры, то есть, ну, желательно, чтобы у вас в копилке было где-нибудь 10-15 тысяч бон, чтобы вы могли при замене танков купить боновую имбочку. Ну, а теперь поговорим о списке танков, какие именно танки могут быть в боновом магазине. Естественно, на 100% я не знаю, эта информация более такая аналитическая, то есть, посмотрел, какие танки, в принципе, разработчики могут дать, а какие, ну, уж точно не дадут в боновом магазине. Естественно, все самые имбовые танки вряд ли будут добавлять для всех, это очевидно. Итак, какие же танки стоит ждать в боновом магазине? Как вы можете видеть, если вот вы сейчас зайдете в игру, в раздел «Магазин», есть раздел «Боновых товаров», и, собственно, там вы можете найти три танка 10-го уровня. М-60, 121Б, ФВ-215Б. Будут ли полностью заменены эти танки? То есть, исчезнут ли они вообще из продажи? Или все-таки они останутся, просто добавятся новые танки? Конечно, на 100% неизвестно, но в прошлый раз, по крайней мере, была такая информация из надежного источника, что вот эти танки, которые есть сейчас в продаже за бона, они пропадут, просто вместо них будет замена других танков. Собственно, три танка 10-го уровня. Какие танки имеют наибольший такой вот шанс появиться? Разработчики обещали нам точно два танка, и до сих пор свои обещания не сдержали. Ну, обычно ВГ сдерживает свои обещания. Ну, не всегда, далеко не всегда, но чаще всего все-таки сдерживают, хоть и там частично, но тем не менее. И обещали они нам, конечно, Бабаху, ФВ-215Б-183, а также ФОЖ-155. Но вот насчет Бабахи тут спорно, потому что в черном рынке Бабаха, собственно, продавалась за серебро. Будут ли ее продавать за боны, точно неизвестно. Ну, вот какие танки еще стоит ждать, я уже, ну, как бы говорил об этом. Но еще раз повторюсь, это Т-22СР из танков 10-го уровня. Ну, потому что танк явно не очень, он как раз пойдет под роль ФВ-215Б. То есть танка, который будут апать. По идее, должно так работать, ну, по словам Баргейминга. Ну, сами понимаете, что их слова часто с действиями, как бы, не сочетаются. Далее, из других танков Т-95Е6, это средний американский танк 10-го уровня, очень быстрый, ДПМный, но картонный. Он может пойти под роль, ну, как бы, танка за глобальную карту. То есть, ну, разработчики уже решили, что постепенно будут добавлять танки из глобальной карты сюда. Ну, заменит он или М-60, или 121Б. Почему именно этот танк? Ну, потому что на глобальной карте он меньше всего пользуется спросом, то есть его реже всего берут. Также из других танков, ну, можно отметить, я не знаю, ну, тут уже особо вариантов других нету, как бы, из танков 10-го уровня. Там, ну, рассчитывать на то, что появится Объект 907, или там, не знаю, Чифтейн, тем более. Ну, сами понимаете, что вряд ли, очень вряд ли. То есть, Wargaming, скорее всего, это не будет делать, потому что, ну, это невыгодно им. Такие танки они используют для того, чтобы затащить игроков на глобальную карту. Где, кстати, не очень-то многие, по крайней мере, хотят играть. Но ради крутых танков приходится, как говорится. Ну, и с премтехники. Сколько у нас тут премтанков? Тут у нас, собственно, три премтанка, извиняюсь, извиняюсь, не три, четыре премтанка восьмого уровня. И еще три премтанка мелкоуровневых. Насчет мелкоуровневых я особо гадать не буду, но, скорее всего, это какие-нибудь танки за глобальную... Вернее, фу, ты не за глобальную карту, а какие-то за марафоновые вот такие вот танки. То есть, не очень крутые. А вот танки восьмого уровня. Тут есть о чем, на самом деле, поговорить и о чем подумать. Но в этом видео я это просто не могу впихнуть просто, потому что это слишком еще большой пласт информации на минут семь. И видео получается слишком длинным, и просто его не досматривают зачастую до конца. Поэтому данную тему оставим на потом. Ну, а пока что все, друзья. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока.